Ребята, вы на канале Лиза Лизунчик, я с вами Лиза. И сегодня для вас решила заснять такое более интересное видео о моих фаворитах. Эти фавориты будут осенними, то есть, что я купила этой осенью, в начале осени или же в конце лета. Итак, сейчас я расскажу о самом долгожданном, это то, что я заказывала с Алиэкспресса. И это я получила после того, как я вернулась в больнице. Итак, начинаем. Самое дорогое, что я себе заказала, это вот такая вот кошечка светилья. Она меняет цвета и поэтому она такая дорогая. Даже нет одного такого цвета. Включается она вот здесь, нажимаешь на эту кнопочку, и с акцем неудобно, поэтому вот. А так она включается. Здесь, конечно, плохо видно, но вы можете заметить то, что мои руки начинают светиться немного. И вот. Также на меня цвета, если по ней похлопать. Она сама меняет цвета, то есть вот я ее не трогаю и вот. Как видите, меняет цвета. Вы можете даже посмотреть. Хорошо, показываю. Ну, здесь разные многие цвета, и, наверное, вообще цвета вам показывать не будут, так как, в принципе, и так понятно. И следующий светильник, он стал в два раза дешевле, но я все-таки решила его сказать. Почему бы и нет? Это кактус, да, ребята. Я полюбила цветы, и поэтому я решила заказать тебе кактус. Конечно, не настоящий, но все же. Включается он датиль. И, кстати, вот светильник и кошечка, и этот светильник, он уже был с батарейками сразу. Вот так он включается, и вот такой вот красивый вид. Кстати, можно уставить вот так вот, чтобы ваше лицо освещалось при фотографиях и съемке, там, видео, я не знаю. Сейчас вы не будете использовать, так как в клочках у меня виден свет, и это будет не очень. Итак, я не помню, говорила я вам или нет. Ну, вроде, еще нет еще. Итак, я покупала себе свечку в фикс прайсе. Я подумала, что она вообще не будет пахнуть, ничего. Запах, кстати, морского бриза, и, кстати, эта свеча очень пахнет, но не когда именно она вот горит, а вот так вот просто берешь, и не хочешь ее вот так вот пахнуть морским бризом, прям. Это ясно, интересно. И потом мне моя подружка подарила еще вот такие вот свечи, две с ароматом черно-смородины и нежники. Они также пахнут. Они очень вкусно пахнут, я просто обалдею от их запаха. Так же, когда они горят, они тоже имеют запах. Только немножко другой. Мне даже могу объяснить, какой именно. Итак, что же мне еще пришло с Алиэкспресса? Так. А, вот, все. Я подумала, что я ее забыла положить, ну ладно. Начнем вот с этой вот фигнюшки. Это такая маленькая пудра. Хотя я думала, что она будет гораздо больше в объеме, но нет. Это пудра сейчас на вам лице. Ее плохо видно, но она очень хорошая пудра, хорошая ложится, только самое главное не наносить ее очень много, либо просто наносить ее на лице. В принципе, как это было у меня. Ну, не покатилось, но ладно. Итак, следующее. Это вот. Это такая, короче, у меня, которая рисует стрелки. Я бы сказала, как она называется. Вот так вот. То есть, выглядит, то есть, берешь вот так вот ей и рисуешь. Хорошо рисует, хорошо дышит. Вот. Удобно ей рисовать стрелки. Итак, следующий фаворит. Это помада, которая сейчас на мне. Ну, я не знаю, как показаться, потому что у тебя сейчас у нас есть зеркало, и в зеркале это видно хорошо, а на камере не очень. Вот так вот она выглядит. Очень классная помада. Открываешь. Вот так вот. И вот такой вот этой помады. Вот. И так. И следующая помада, которая мне пришла, но я ее не пользуюсь, так как она не идет по цвету. Это вот такая вот помадка. Я, правда, я не знаю, куда ее девать. Мне кажется, помада больше подходит блондинкам. Это брюнетка. И вот. Так вот, в общем, она выглядит. Хорошая помада, хорошее качество, но мне она не идет, честно, ребят. Итак, вроде все с Алиэкспресса. Алиэкспресса. Да, уже все. И совсем недавно, вот, в сентябре я купила себе вот такую вот помаду гигиеническую. Она очень классная. Вот так вот открываешь. Она с запахом яблоко. Вот так вот здесь выглядит. Потому что, конечно, не совсем красивая, но все же. Очень хорошо помогает. И вообще, очень классная такая помадка. Итак, следующее, что я покупала еще, наверное, до лета, но я до сих пор вот пользуюсь, покупаю всегда. Да, это Organic Kitchen. Смягчающий крем для тела. Он очень хороший. Он очень удобный. Я даже могу показать, что у меня уже заканчивается. Ну, запах просто восхитительный. А здесь получается запах свежего цветочного меда и органического, вы поняли, сундавого дерева. Да, у меня просто это за кожей не работает. Поэтому вот. Следующие мои два фаворита. Это о чем просто я очень долго мечтала. Итак, не удивляйтесь, что это странный звук. Это просто я пыталась открыть вот эту вот фигнюшку. Это вот эти два. Вот это гель для умывания, а это тоник. Сейчас я подробнее вам о них расскажу. Нет, это не реклама, я говорю сразу. Покупала я их в экспрессе, причем довольно подешевой цене. Нет, то есть, как вы сами понимаете, вот это вот. Вот это стоит 55, а это стоит 77. То есть, цена дешевая, но причем очень хорошая. У них качество. Они мне, правда, помогают. Здесь написано, что тоник, он очищает кожу. Стоит, как в косметике, тонизирует, увлажняет и освежает кожу. Уменьшает чувство стянутости. Подготавливает к дальнейшему уходу. Я ими пользуюсь утром и вечером. То есть, как умоюсь, как почищаю зубки, так и сразу. И умываюсь. Или же после купания. Я обычно купаюсь каждый день или же через день. Вот так вот он выглядит. И он помогает. То есть, все эти качества присутствуют. То есть, у меня лицо стало, правда, дышащим. И такой более влажный, такой более спокойный. Но не жирный. Кожа не жирная, поэтому это хорошо помогает. И здесь еще делается то, что это для всех типов кожи. То есть, даже сухая, там, жирная кожа. Он, он тоже, в принципе, поможет. И следующее это гель для умывания. Тоже для всех типов кожи. Так вот он выглядит с кошечкой. Я просто решила попробовать. Правда, мне это очень понравилось. Так. Он бережно и тщательно чищает кожу лица. Не издавая сухость и раздражение. Также Депан Ту Нолл восстанавливает и увлажняет кожу. Придает ее прукость и эластичность. Это правда. Это очень хорошо помогает. Но здесь написано, что его надо носить один. Два раза в неделю. Да, вот. Я, ну здесь не написано, но я так его и, в принципе, использую. Потому что краски кожи мне, так сказать, уже не такой замечательной. И поэтому я его сразу, как бы, и использую уже. Вот, сейчас посмотрите. Аккуратно. Я подруга вот себе такой же тоник купила. Она тоже им довольна. Такая, такие милые кошечки. Ну, в принципе, все, ребята. Но я думала, что я, наверное, вам еще покажу. Несколько мы их говорили. Точнее, это один вон. Я в гром роде. На двух парах. А, это какие-то сапожки, ребята. Да, не смотрите на вот этот вот кабулок. Он большой. Правда, он больше, а вот кабулок. Он такой. Вот, что-то стихнет. Ну, в общем, вот. Я не думала, что вообще мало мне купят такие. Но мама мне сама же зашила их взять. Вот так вот они выглядят. Конечно, стена у них есть. 2600 вроде. Единственное, что меня смущает, это вот. Когда хочешь, такой звук появляется. И это не совсем удобно. И не совсем, как бы, замечательно. Так вот, уже поняли. Но, в принципе, я в них могу ходить. Мне не ходить очень удобно. В принципе, все замечательно. Вот. Ну, в принципе, ребята, какие-то все были мои фавориты. 8. И все, кто-то, мне кажется, они в 4 часа. И сегодня, в 5 раз, я вам покажу. И, ребята, прошу прощения. Потому что у меня память на телефон не закончилась. И поэтому видео прервалось. И вот. Извиняюсь за вот это вот все. Но, в общем, многие мои фавориты. Если что, я могу оставить ссылки на некоторые продукты. Если вам все-таки нравится, то я напишу в комментарии. Вы напишите, что вам понравилось. Я вам ссылочку уже скину. Вот. Спасибо за то, что построили мое видео. Не забудьте поставить лайк. Я уже показала своим пальцем. И подпишитесь на мой канал. Пожалуйста. Всем пока-пока. Хотела сказать, что спокойной ночью, как во влоге. Субтитры сделал DimaTorzok